Всем привет, с Вами Юлия и мой Факультет рукоделия. А у меня для Вас сегодня новая распаковка пряжи из магазина Пряжа Настенька. И как всегда магазин поразил своей оперативностью. Не успела я сделать заказ, как посылка уже была на почте в моем городе. Упаковано все как всегда отлично. В этот раз мой заказ получился объемным по количеству позиций и я чуть позже расскажу почему. Но самое главное, что приехало в этой посылке ко мне, это очередная партия новинок от фабрики Ализе. Какие же они все таки молодцы. Я не знаю ни одной компании на сегодняшний день, у которой было бы такое огромное количество наименований пряжи. Если Вы не в курсе, то новинки Ализе выпускает стабильно два раза в год вместе со своим каталогом. И вот он новый каталог пряжи. Его мы полистаем чуть позже. А вот и новинки. Первый маленький моточек – это всеми нами полюбившаяся пряжа Пуфи с готовыми петельками для ручного вязания, без спиц и крючка. Во-первых, это новый объем. Во-вторых, это снова неповторимый переход оттенка от темного к светлому Амбре Ботик. И еще два вида пряжи, над которыми потрудились дизайнеры к весенне-летнему сезону. Это пряжа Дива и Белла. Конечно же, начнем мы наш обзор с новинок. И на первой странице каталога мы видим три новых члена семейства Ализе Амбре Ботик. И теперь получается, что в этом семействе уже насчитывается семь видов пряжи. Надеюсь, что я не обсчиталась. И сегодня мы можем не только в журнале взглянуть на новинки, но и пощупать их. Вы только посмотрите, какой огромный моток у пряжи Пуфи. По сравнению с моими руками можно оценить его габариты. Это плотно скрученный кокон из воздушных петель и тем не менее на ощупь он необыкновенно приятный и мягкий. Петли по размеру точно такие же, как и у первой пряжи Пуфи, которая была в мотках по 100 грамм и 9,5 метров. Давайте посмотрим, какой метраж у этого мотка. А в новом мотке у нас 55 метров и 600 грамм. И это количество как раз будет достаточно для детского пледа. Свой первый плед из пряжи Пуфи я вязала из шести маленьких мотков. И, что самое приятное, теперь не надо будет соединять нити и думать, как спрятать хвостики. С торца можно увидеть, какой красивый переход цвета получится в изделии. И я, наверное, не удержусь и прямо сейчас пойду вязать из этой пряжи. Так что не забудьте подписаться на канал, иначе пропустите новое видео и не увидите, что у меня получилось. Этот оттенок идет под номером 7420 и сейчас мы посмотрим в каталоге, какие еще оттенки предлагает нам Ализе. А я лишь хочу напомнить тем, кто уже нажимает на ссылку магазина, которую я оставила под видео, о том, что это пряжа Пуфи и у нее большие петли. Не путайте с Пуфи Файн, там петли в два раза меньше. Знаю, что можно их перепутать. Так моя подруга увидела пряжу Пуфи Файн у меня, сказала хочу, побежала домой и заказала просто Пуфи. Правда, она не расстроилась, потому что в эту пряжу невозможно не влюбиться. Как и обещала, полистаем каталог и посмотрим, сколько оттенков пряжи Пуфи Омбре Ботик нам приготовили производители. Это тот оттенок, который есть у меня. Как раз из него связан плед, который мы видим на картинке. И помимо этого цвета вот такое количество оттенков есть в продаже. Всего здесь 13 красивейших оттенков. Наверное, надо двигаться дальше, а то я могу про пряжу Пуфи разговаривать часами. Следующая новинка пряжа Ализе Белла Омбре Ботик. Этот моток также идет в увеличенном размере и он у меня едва умещается на ладони. Мы видим такой же красивый переход цвета от темно-бирюзового до светло-голубого, почти белого. По составу это 100% хлопок, в мотке 250 грамм и 900 метров. Этого мотка пряжи с легкостью хватит на летнюю кофточку, на тунику или детское платье. Прекрасно будет смотреться с таким переходом цвета шарф, платок или бактус. Номер оттенка этой пряжи 7409. И здесь на этикетке мы видим фото ажурного платья или туники, которое может получиться из этой пряжи. Нить очень приятная на ощупь, я бы сказала даже бархатистая. Она состоит из нескольких ниточек, которые достаточно плотно скручены между собой. И теперь давайте заглянем в каталог и посмотрим, какие оттенки еще есть в продаже. И как Вы видите, нам представлено неплохое разнообразие. На Ваш выбор здесь 12 вариантов. Оттенки яркие, сочные, как раз на лето. Идем дальше. Следующая новинка Alize Diva Ombre Boutique, также пряжа из летней серии. На первый взгляд они похожи с пряжей Белла, та же толщина нити и тот же объем, но если внимательно приглядеться, то мы видим насыщенный шелковый блеск. Очень красиво смотрится, это потому, что в составе этой пряжи идет микрофиброакрил, вес мотка 250 грамм и длина нити 875 метров, номер этого оттенка 7413 и в каталоге мы видим 14 оттенков этой пряжи. Я в конце полистаю для Вас весь каталог, кому интересно, посмотрите. А сейчас вкратце расскажу о второй части своего заказа. Подробно останавливаться на описании каждого вида пряжи не буду, так как эти позиции уже давно присутствуют на рынке и знакомы всем. Во-первых, не за горами лета и сейчас будет актуальное вязание из натуральных нитей, хлопок, лен и т.д. И целью моего заказа был подбор пряжи для будущих проектов, попробовать и выбрать ниточки, оценить на его цвета. И Вы только посмотрите, какая палитра у пряжи джинс от Ярнард. Пряжа эта мне давно знакома, вязать ей одно удовольствие. Это 100% хлопок, ниточка бархатистая, хорошо скрученная. Полотно получается ровным и красивым. Вы сами видите, какие красивые оттенки. Один крашу другого, не знаешь, на каком остановиться. А если Вы заглянете на сайт пряжи Настенька, то я Вас уверяю, Вы будете в шоке, там 60 оттенков этой пряжи. Я такого разнообразия не видела ни в одном магазине. Посмотрите, какой красивый коралловый, какой яркий и насыщенный оранжевый, а какая нежность вот в этом мятном цвете. Девочки, как же определиться, я хочу все. Хорошо моему мужу он увидел вот этот синий и сказал уверенно, мне из такого свяжи на лето свитер. Нормально, да? Как отрезал. А тут мучиться приходится. Кстати, я даже забыла сказать, во-вторых, зачем я набрала так много разной пряжи. Так вот, как мы знаем, пряжи много не бывает, а когда под настроение хочется связать любимым малышкам игрушки, разнообразие фактуры и оттенков точно не помешает. Почти все игрушки уже давно подарены и показать могу только фотографии. Мастер-классы на игрушки не записываю, мы с дочерью вяжем их в свое удовольствие. И теперь я быстро перечислю то, что у меня здесь есть. Если вам что-то приглянулось, переходите по ссылке на сайт, там всегда все в наличии. Два клубочка «Ажурная пехорка», из нее можно повязать крючком или даже использовать для вязания с бисером. Это Бамбу Файн и Белла, кстати, именно та Белла, которая сегодня вышла в новинках с эффектом омре. Еще один моточек «Рукодельная пехорка», меланжевая серая нить. Здесь вы видите два вида акриловой пряжи в разных оттенках. Первая «Ализе Май Бэйби», кстати, не только для вязания игрушек подойдет эта пряжа, из нее получатся прекрасные детские изделия. И цветовая палитра этой пряжи достаточно интересна, обратите на нее внимание. Ализе молодцы, я не устану ими восхищаться. У них такой огромный ассортимент пряжи на любой вкус. Это второй вид пряжи из акрила «Пехорка детская серия». Похожи эти два вида пряжи и по составу, и по объему. Поэтому оттенки у этой серии также неплохие. И для наполнения игрушек нам понадобится Синтепух, он также есть на этом сайте. А здесь вы видите еще один мой фаворит среди пряжи Ализе. Это Ализе Пуффи Файн. Пряжа эта доступна в однотонных матках, а также в прошлом сезоне была разработана серия Color. И теперь можно эти два вида пряжи комбинировать друг с другом и придумывать более интересные изделия, потому что она прекрасно сочетается между собой. И еще один вид пряжи, о котором хочется рассказать. Пряжа Ализе Натурале Букле. Это также новинка, только прошлого сезона. И об этой пряже я уже рассказывала в своем обзоре. Я брала себе на пробу два оттенка этой пряжи и недавно связала для себя свитер. Вот такой он получился у меня полосатый. И вы знаете, я очень довольна тем, что у меня получилось. Пряжа на первый взгляд кажется жестковатой, но после правильной стирки правильными средствами она стала намного мягче, раскрылась и прекрасно ощущается на теле. Поэтому я заказала эту пряжу снова, в этот раз планирую связать безрукавку. Постараюсь сделать мастер-класс и на свитер, и на безрукавку, лишь бы хватило на все времени, пока не закончится зима. Кстати, многие говорят, что из пряжи Букле вязать сложно, что эти петли цепляются за спицы. И у меня было опасение получить негативный опыт. Но я напротив получила огромное удовольствие от работы с этой пряжей. У меня ничего не цеплялось и не путалось, возможно мой набор спиц прекрасно подходит для такого вида пряжи. Согласитесь, если бы мне что-то не понравилось, я бы вряд ли заказала повторно такую пряжу. И еще одно приобретение – это щеточка для пилинга. С ее помощью удаляют катышки связанных изделий. В основании вставка похожая на наждачную бумагу и если провести это щеточкой по месту, где образовались катышки, она причешет ворс и соберет на себя катышки. А теперь, как и обещала, полистаю для вас каталог. У многих позиций появились новые оттенки, возможно, вы увидите для себя что-то интересное. А у меня на сегодня все, переходите по ссылочке под видео в магазин пряжа Настенька. Выбирайте все, что захочется, ни в чем себе любимой не отказывайте и вяжите с удовольствием. С Вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока! Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok